Это кухня по заявкам, кухня, где я выполняю ваши заявки. Меня зовут Илья Лазерсон, и я всегда ваш. Заявки можно оставлять на сайте телеканала Ида, там для этого есть специальная желтая кнопка. И вот какая заявка сегодня будет рассматриваться на этой кухне. Заявка посвящена гречке. Ну, это наши скрепы, это такой продукт очень культовый для нашей стороны. И вопрос, даже не вопрос, а заявка в том, чтобы показать, как гречка может использоваться в супах. Прежде чем я займусь гречкой, скажу вам, друзья, что у нашей программы сегодня есть спонсор. Это компания Аквамир, производитель линейки натуральных сорбентов Застерин Ультра. В этой линейке есть сорбент Застерин Ультра 60%. Он способствует очищению организма от аллергенов и токсинов, которые попадают из агрессивной окружающей среды мегаполиса. Застерин Ультра 60% помогают улучшить качество жизни людей. И к тому же он еще и вкусный. Я сегодня вынужден готовить два супа практически одновременно. Я думаю, что вы не запутаетесь. Сегодня будут кислые щи с гречневиком. Это когда гречка будет сопровождать суп. Ее в тарелке не будет, в общем. И второй суп, это уже будет такой куриный суп с гречкой, где гречка будет в самом супе. Вот что сегодня будет происходить. Давайте начнем мощно, мощно и одновременно. Беру два сотейника. Пусть они тихонечко греются. Возьму еще и сковородочку. Чищу я лук, наверное, две луковицы. Чищу я морковку, она уже мытая. И сейчас чего-то будет происходить. В обоих супах сегодня будет капуста. Только в одном случае квашеная, а в другом случае свежая капустка будет. Значит, вот лук есть. Допустим, на четверть кольца. На четверть кольца. И вот этот лук я отправляю в сотейник с небольшим количеством растительного масла. Пусть он начинает жариться. Еще один лук я отправлю в сковородку. Тоже с небольшим количеством растительного масла. Тоже на четверть кольца. С лука всегда надо начинать. Это такой мой принцип. Сейчас я, ребята, вот поставлю воду. Просто, чтобы у меня булькала вода постоянно. Вот так. Пусть она булькает. Теперь морковка. Я сейчас морковку нарезаю соломкой. И добавляю и в сотейник к луку, и в сковородку к луку. Пока все, видите, просто и все понятно. Я морковку нарезаю вот такой вот соломкой. Ну, можно натереть на терке, но я люблю руками мучиться с морковкой. Смотрите-ка. Вот так. В сотейничек. Уже идет, таким образом, совместное обжаривание лука и морковки. И в сковородку точно так же. Ну, примерно одинаковое количество. Это вот такие первые фазы приготовления супов. Вот у меня в сковородку пошла. Это штукинцы. Теперь говядинка. Какая красивая у меня говядинка. Это достаточно быстрый способ приготовления супа без бульона. У меня сегодня для одного супа не будет готового бульона, и для другого не будет готового бульона. И я вот эту говядинку кладу в сотейник. И обжариваю все вместе. В сковородку я сейчас вот так вот встряхиваю. И смотрите, что сейчас будет. Я сейчас добавляю туда куриный фарш. Быстро. Вот эта вот мякоть курицы, мякоть бедра, готовая из магазина. Ну, я сейчас быстро прокручу фарш и добавлю фарш куриный в сковородку. Мне много не надо, смотрите. Вот так. И сейчас я перемешаю содержимое сотейничка, содержимое сковородки тоже. Фарш будет обжарен сейчас. Теперь в мясо и в овощи немного воды. Теперь в мясо и в овощи немного томатной пасты. И теперь в мясо и в овощи рубленая капуста. Здесь была говядина, но это все равно будет подвергаться тепловой обработке. Квашемая капуста, смотрите. Я ее нарублю, чтобы она была помельче. И отправляю в сотейник. И буду ее тушить. Это будет болванка для кислых щей. Вода. Вот куриный фарш, видите, начинает обжариваться. И сюда я добавляю еще, знаете что, смотрите-ка. Я сейчас промою сухие грибы. Они уже становятся мягче сразу после промывания, потому что это ломтики. Сейчас я их рубану, чтобы они были помельче. И добавляю сюда в сотейник к капусте и другим компонентам. Я вам сейчас повторю, ребята, все, что происходит сейчас у меня на плите. Еще раз обозначу все процессы, которые идут. В сковородке у меня обжарен лук, морковка и куриный фарш. Здесь в сотейнике обжарен лук, морковка, кусочки говядины, добавлена квашеная капуста, томат и нарубленные сухие грибы. Ну и теперь, друзья, я займусь гречкой для кислых щей. И она будет подаваться отдельно. И смотрите, что будет происходить. Я беру сейчас вот такой вот, видите ли, измельчитель. Беру гречку. Я ее бросаю небольшими горсточками, и смотреть, чтобы не попадали сюда какие-то откровенные, не знаю, камушки и что-то еще. Я гречку сейчас буду измельчать. Не в муку. Эта машина в муку ее и не измельчит. А так, знаете ли, чтобы получить что-то похожее на так называемый гречневый продел. Я так вот аккуратненько гречечку бросаю. Гречневый продел – это такая посеченная гречка специальным образом, да? Она в магазинах вообще-то должна быть, но как-то с ней стало тяжело. Поэтому я вот сейчас сделаю версию продела сам. Я просто гречку частично измельчу. Не в пыль повторяю, а просто раздроблю ее. Значит, и теперь я буду шуметь с измельчителем, чтобы превратить гречку в подобие сечки. Вот так. Бывает, что машинка вот такого типа, она неэффективна, она не измельчает гречку. Для того, чтобы добиться измельчения, можно поступить хитро. Можно гречку замочить в теплой воде, она немножко разбухнет. А потом слабая машинка прекрасно справится с разбухшей гречкой и измельчит ее. Туда уже не будет такого сухого звука. Но это сработает очень эффективно тоже. Так что можно работать несколько иначе. И теперь я эту гречку буду варить. Ну, как будто бы это обычная гречка. Насыплю эту гречку в сотейник. Налью сюда воды достаточно высоко по отношению к гречке. Ну, я уже, видите, у меня вода подогрета. Сантиметра на 4 выше, чем гречка. Присаливаю. И пусть себе булькает. Она будет вариться. Такая гречка, уже иссеченная, она очень быстро впитывает воду при нагревании. Поэтому есть риски, что она пригорит. Поэтому нужно быть крайне аккуратным, потому что пригоревшая гречка уже никуда не годится. Поэтому я буду очень тщательно следить за этим сотейником. Ну что ж, смотрите. Вот у меня, да, сковородка. Сейчас я возьму подставку под горячее в сторонке. С обжаренными лук, морковка и, да, куриный фарш. Куриный фарш у меня пошел, видите, такими конгломератами. А мне надо, чтобы он был однородненький. Поэтому я его сейчас вот так вот попытаюсь, допустим, шумовкой, да, пораздавливать. Чтобы он стал более таким раскрошенным, меленьким, да. Вот я распределил фаршик. Он теперь уже однородный стал. И теперь вот как раз у меня, видите, здесь уже почти кипит вода. Я все содержимое сковородка отправляю в горячую воду. Вот это у меня будет уже жидкая база для супца моего с гречкой. Вот теперь у нас уже картина проясняется. Смотрите, друзья, вот два сотейника на плите. В одном будет куриный супчик с куриным фаршем и с гречкой. Кое с чем еще. А второй сотейник пока тушится такая твердая часть для кислых щей. Быстрый вариант кислых щей с грибочком сухим, между прочим, с говядинкой. И обратите внимание, что все мои супы на сегодня готовятся без предварительно сваренного бульона. У меня сейчас и суп готовится, и бульон там же, потому что здесь жареная говядина, здесь куриный жареный фарш. Насыщенные будут вкусные супы, потому что жареные вот эти вот продукты дадут нам мощный хороший вкус одновременно с приготовлением супа. То есть мы не работаем через бульон. Я дам пару картошин. Я вот возьму даже вот такую одну картофельну на целый суп куриный, добавлю картошечку. Ну, в нашей стране это святое. Добавить картошинку в суп. В щи я не буду добавлять картошку, а в куриный супчик с гречкой да. Гречка еще, которая для супа не должна попадать в кастрюльку, еще рановато. Для нее вот картошка. И вот только теперь я могу уже заняться немного гречкой. Здесь у меня гречка пойдет в целом виде, в явном виде в суп, поэтому я должен ее тщательно перебрать. Обычно это делают бабушки вот так. Я сейчас покажу, как это делают бабушки. Вот бабушка так вот берет, насыпает гречку. Ну, кстати говоря, вот моя гречка, она куплена в магазине. Она обжарена производителем. То есть ее жарят на сухую, тогда гречка вкуснее и мощнее. Ну и здесь, конечно, да, могут быть такие вкрапления чего-то черника. Поэтому по бабушкиному способу берешь миску, надеваешь, значит, вот такие вот бабушкины очки. И вот так через край, через край я ссыпаю гречку в миску и пальчиками отодвигаю, вот видите, например, такие черные фрагменты. То есть ты одновременно просматриваешь небольшую площадь, которую ты смахиваешь на себя гречки. Вот, например, я вижу какое-то зернышко другой культуры зерновой. Да, и вот таким образом я потихонечку смахиваю гречку. Такие мелкие объекты мне уже трудно смотреть, поэтому я надеваю очки. Это у меня специальные очки для гречки, ребята, между прочим. Для гороха другие очки, для риса третьи очки. Для каждой культуры, бобовой или зерновой, есть свои очки. Нажимая желтую кнопку, отправляйте заявки на очки. Очки убираются, потому что они свою задачу выполнили. Я теперь гречку помою. Видите, когда я гречку измельчал, я ее не мыл, потому что она должна была быть сухая. Вот, посмотрите, у меня гречка измельченная. Уже хорошо варится, она булькает. Ничего пригоревшего в ней я пока не замечаю, слава богу. Эту гречку я мою. Эту гречку я мою. И пусть она немножко пока постоит. Итак, друзья, что сейчас происходит на кухне? Еще раз, чтобы вы не запутались. В двух сотейниках уже будет два супа. Здесь тушится кислая капуста, которая была уложена в этот сотейник на жарящееся мясо, лук и морковку. Здесь также тушатся измельченные сухие грибы. Здесь обжаренный лук, морковь с куриным фаршем. Я сделал его из сырого, из сырых бедрышек. Все это залито водой, варится с добавлением пока только картошки еще. Это все поварится еще некоторое время. И потом мы продолжим. А пока перерыв на несколько минут. Друзья, это программа «Кухня по заявкам». Кухня, где я выполняю ваши заявки. Сегодня заявка посвящена гречке. Ее использованию для или при приготовлении супов. Поэтому я сегодня показываю один суп, где гречка будет в самом теле супа. Она будет в кастрюле и в тарелке. А другой суп, где гречка будет находиться отдельно. И будет являться таким, по сути, хлебом, с которым едим мы традиционно суп. Теперь я беру, вот смотрите, вот такой лоточек, формочку. Ну, латка, лоточек. Плесну я сюда маленький фрагментик подсолнечного масла без запаха. Вот так. И кисточкой размазюкаю масло по дну этой формочки и по ее боковым поверхностям. И теперь я в нее плотненько уложу вот эту самую разваренную гречку. Знаете, как она парит хорошо. Пахнет, конечно, родной запах. И теперь я гречечку вот так вот хорошенько прессую, приминаю ложкой. Вот это нужно делать заблаговременно, друзья. Это называется гречневик, который будет сопровождать щи. Кислые щи с гречневиком. Я должен такую гречку сварить вчера, накануне. И теперь, ребята, когда она остынет, когда она остынет, видите, еще парит, я ее закрою пищевой пленкой и поставлю в холодильник, чтобы она запрессовалась и склеилась, чтобы это было неким единым конгломератом. Вот это есть моя задача сейчас. Пришло время промытой гречки. Помните, я промывал гречку? Она идет в куриный супчик. Много не надо. Гречка хорошо разваривается. Вот у меня есть кусочек свежей капусты. Я сейчас его нашинкую, как мы обычно шинкуем капусту. Нож в одной плоскости, а капусту подкручиваю. Значит, я капусту бросаю сейчас в будущий супец. И подниму количество жидкости, потому что сейчас суп мой густоват. Поднимаю количество жидкости. Вот так. Я сейчас подкорректирую соль. Соли здесь нет совсем. Соль и немного перчика, допустим, положу. В щи в будущее я тоже положу немного перчика. Это может готовиться достаточно долго, чтобы и мясо было мягким, и капуста было мягким. Я сейчас сделаю вот так. Я считаю, что капуста уже сварилась. Теперь наливаю сюда воду, чтобы уже довести до консистенции супа. Вот так. И теперь я жду закипания обоих супов. И я пока начну готовиться к приготовлению того самого гречневика. Смотрите. Вот у меня гречка уже остыла. Ну, еще немного парит. Да? Я могу ее вот так вот, смотрите-ка, завернуть в пищевую пленку, чтобы она не высыхала. Можно просто в целлофановый пакетик ее одеть. Вот, я завернул. Края подогнул. И, собственно, сейчас я иду в холодильник. И из холодильника я достаю заранее приготовленную, точно такую же гречку, чтобы не ждать, пока она застынет. Вот, смотрите. Вот единая, вот такая, видите, структура будущего гречневика. И сейчас я его приготовлю. Сейчас возьму подсолнечное масло. И на нем немного начну жарить лук. Я люблю подавать гречневичок с луком. И, ну, собственно, а с гречневиком тут все очень просто. Я его нарежу, допустим, на фрагменты. Вот, видите? И вот он жарится. Вот, как бывает, полента жарится. Вот та же самая история, да? И получается хорошее сопровождение супа. Гречневик подается отдельно. И ты его ешь параллельно со щами. Ну, как будто бы это хлеб. Только ты его ешь, допустим, вилкой или ложкой. Уже как тебе будет удобно. Я выключаю сейчас нагрев под щами. Щи какое-то время еще будут кипеть. Накрываю щи крышкой. Пусть они немножко постоят. И, конечно же, чуть-чуть чесночка. Да, но это святое. Чеснок. Петрушка рубится вместе с чесночком. И вот пошли мы в щи для настаивания, чтобы чеснок не кипел. Чтобы он имел более мощный аромат. Отдавал. Ну, вот тут какое-то легкое кипение еще прослеживается, потому что конфорка выключена, но это уже нормально. Допустимо. Вот так. И под крышечку. Все. Вот теперь в сторонке у меня будет продолжать жариться лук. Для гречневика, да? Вот так вот. А я сюда добавляю немножко подсолнечного масла. И начинаю жарить уже несколько кусочков своего гречневика. Вот я четыре кусочка поджарю. Вот так. Ну, я буду жарить с обеих сторон. Вот уже здесь куриный супец густеет за счет разваривания гречки. Попробую и его. Хорошо. Чуть-чуть еще соли. Смотрите, переворачиваю гречневик. Ну вот, можно сказать, гречневик жарится. Ну, смотрите, сами я там, бывает, говорю гречневик, говорю гречневик. Хотя по логике вроде бы гречневик говорить правильнее. Говорить так вам удобно, лишь бы было вкусно. Вот лучок. Сейчас я немного еще петрушки. Ну вот, собственно, гречневик готов. Он уже обжарился с обеих сторон. Он прогрет. Вот посмотрите, какой он человеческий, нормальный. Вот так. Вот так. Вот я так вот набрасываю жареный лучок. Маслице. Пусть здесь будет пролито вкусное, потому что оно луковое. И вот так я дам сюда немножко еще петрушечки. У меня уже щи настоялись. Сейчас я вот вмешаю в них чеснок. Вот оно с грибочком. Это шикарно. Вот так вот мощно. Ну, чуть-чуть еще дам петрушки наверх. И второй теперь пойдет суп, уже в теле которого есть наш главный герой – гречка. Вот, тоже мощный суп. Тоже кто-то хочет жижи, кто-то гуще, но достаточно мощный суп. И немного петрушки еще на куриный суп. Ну что ж, друзья. Мне сегодня было очень приятно выполнять эту заявку, потому что, действительно, гречка для нас – это такой сакральный продукт для нашей страны. И с ним всегда приятно работать. Вот вам две концепции супа. К одному супу к кислый щам гречка является, так сказать, гарниром в виде гречневика. А второй суп, где гречка есть уже в теле самого супа – это куриный суп, жареный суп. Да, с гречкой, с капустой и с картошкой. Так что, друзья мои, не стесняйтесь оставлять свои заявки на сайте телеканала «Еда». И я с радостью для вас их выполняю. Пока, до встречи на этой кухне. Субтитры сделал DimaTorzok